Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Доброе утро, Кипитоша! А помоги мне, пожалуйста, приготовить завтрак Что-то ты зачитался Наверное, книжка интересная попалась Ты что, хочешь оставить меня без утреннего чая? Ой, Веснушка, приготовь сегодня завтрак сама Не могу я оторваться от этой замечательной книжки об Антарктиде Сама-то ты ее уже прочитала Понимаешь, невозможно остановиться То кофемолка с утра приставала Помоги, говорит, придержи мне крышечку, пока я кофе помелю А то она у меня так дребезжит, что потом весь день трясет, как в лихорадке И что, ты не помог кофемолке? Разве ты забыл, что никому нельзя отказывать в помощи? Потому что когда-нибудь тебе самому может понадобиться помощь Ну, конечно, книжка об Антарктиде очень интересная Я специально взяла ее в библиотеке, когда папа отправился в научную антарктическую экспедицию И все равно, Кипитоша, отказывать друзьям в помощи стыдно Веснушка, а у меня хорошие новости Мне позвонили из папиного института и сообщили, что сегодня в Антарктиду летит грузовой самолет На исследовательскую станцию доставляют медицинское оборудование Чтобы наладить это оборудование, нужен врач со специальной подготовкой Это ответственное дело поручили мне Начальник научной станции разрешил взять на борт и тебя Чтобы ты навестила папу Ура! Как это здорово! Я только что думала о том, как бы мне хотелось увидеть папу И как я по нему соскучилась Бывает и так, Веснушка, что желание исполняется сразу же, как только ты чего-то пожелаешь Но мне еще нужно на работу заехать, а ты пока собирайся в дорогу Кипитоша, ты это слышал? Мы отправляемся в Антарктиду! Папа мне рассказывал, что в Антарктиде побывало очень мало детей Их туда стараются не брать из-за сурового климата Как же мне повезло! Видишь, как все повернулось? Тебя ждет необыкновенное путешествие Я столько всего интересного прочитал в книжке А надолго вы уедете? Я буду скучать без тебя Что значит вы? Разве ты не хочешь полететь со мной? Пропустить такое путешествие Это так на тебя не похоже, Кипитоша? Начинаем собираться Я... я хочу полететь с тобой Только я... только... Очень я боюсь перелета Я и от багажника автомобиля не в восторге А уж грузовой отсек самолета Это вообще кошмар! Ну вот! А кто говорил, что настоящий путешественник Должен быть готов к лишениям и неудобствам Придется потерпеть Сам же потом будешь жалеть, если останешься дома Надо поторапливаться Скоро вернется мама А у нас еще ничего не собрано Не забудь положить в рюкзак побольше теплых вещей Всем известно, что нет на земле места холоднее Антарктиды Там даже зафиксирован температурный рекорд Минус восемьдесят восемь градусов Не представляю, какая одежда может защитить человека в такой мороз Ну разве что скафандр космонавта Да, и в таких условиях люди не только живут, но и работают Вот, к примеру, мой папа Геологи порой работают в таких местах, куда до них не ступала нога человека А ты ничего не путаешь? Мы, конечно, летим на юг, но солнцезащитные очки и крем от загара нам совсем ни к чему Ты что, собралась в мороз загорать? Кипитоша, ты столько книг прочитал А не знаешь, что солнечные лучи в снежный погожий день Гораздо опаснее для глаз и кожи, чем в жарким летом Можно серьезно обгореть, как на морском курорте Надо же, кто бы мог подумать Я, конечно, видел по телевизору, что альпинисты в горах надевают очки и прячут лица Но я решил, что это только защита от ветра и снега Но никак не думал, что они защищаются от солнца Ну вот мы и собрались По-моему, ничего не забыли Так, Кипитош, полезай в рюкзак и устраивайся там поудобнее Веснушка, ты уже собралась? Поторопись, внизу нас ждет такси Мне кажется, ты набрала много лишнего Давай-ка посмотрим, что ты положила в рюкзак Нет-нет-нет, мамочка Здесь все только самое необходимое Я же не в первый раз собираюсь в дорогу И уже знаю, что ничего лишнего брать нельзя Я сама понесу, не переживай Ну, поехали Вот, мы идем на посадку Ничего не бойся Такой ответственный полет доверят только самым опытным летчикам Понял А хорошо, что твоя мама не заглянула в рюкзак, да? Уж, конечно, она не разрешила бы брать с собой чайник в путешествии Но до встречи в Антарктиде! Ну, мы уже на месте Сейчас вернется мама Она только узнает, где нам папу искать Веснушка, папа еще занят на изыскательских работах Которые проходят довольно далеко от научной станции Ой, даже и не знаю Успеет ли он вернуться к тому времени, как закончится разгрузка самолета Как жалко! Будет обидно, если мы, преодолев такое расстояние, так и не встретимся с папой Но ты пока посмотри, что здесь и как А мы вместе с врачом научной станции опробуем новое оборудование, которое доставили на нашем самолете И проведем медицинский осмотр сотрудников Хорошо, мам, я найду чем заняться Кипитоша, мама ушла Пора выбираться из рюкзака Пойдем осмотрим окрестности Ой, ну наконец-то Я думал, что этот полет никогда не кончится С удовольствием разомнусь на свежем воздухе Смотри, настоящий птичий базар Я никогда не видела столько птиц в одном месте А вот и пингвины Какие же они забавные! Важные! Правда, похоже, будто они одеты в черные фраки с белыми манишками Действительно, похоже А что, в Антарктиде птиродахтели водятся? Я ничего об этом не слышал Но к нам летит самый настоящий птиродахтель Какие еще птиродахтели? Это же доисторические летающие ящеры Которых на земле не осталось Не осталось, говоришь? А это, по-твоему, кто приближается к нам по воздуху? Что-то я не припомню, чтобы у кого-то из птиц были такие гигантские крылья Да это же Альбатрос! Неудивительно, Кипитоша, что ты принял его за птиродахтеля Крылья у него просто огромные! А чего это пингвины так заволновались? А куда это они так торопятся? Скользят, спотыкаются Кипитоша, мы должны помочь пингвинам Там, у скалы, они устроили ясли для своих птенцов Туда-то и устремился, Альбатрос Птенцы, такая легкая добыча Эй, ты бессовестная птица, а ну кыш отсюда! Лети, говорю, по-добру, по-здорову Сейчас как возьму камень, как запущу в тебя Будешь знать, как нападать на малышей Ой, мамочки! Альбатрос развернулся и летит прямо на меня Ой, что это, Веснушка? Я лечу! Ах, тебя схватил Альбатрос И тащит к открытой воде Кипитоша, миленький, держись Я сейчас что-нибудь придумаю Веснушка, сделай что-нибудь Эх ты, эй, алло, алло, как тебя там? А ну, верни меня туда, откуда взял Верни меня от своей лапы! Я не хочу к воде, она холодная Ау-ой, я падаю в воду! Эй, Кипитоша! Ну, не сдавайся, плыви к берегу Давай-давай, хватайся за мою руку Давай-давай-давай, еще совсем чуть-чуть Давай! Вот так! Спасибо за помощь После купания в холодной воде Мы бока покрылись ледяной коркой И крышка примерзла И на носике сосулька висит Давай, Кипитоша, я заверну тебя в свой шарф Ты согреешься Вот, вот уже и сосулька на носике растаяла И на боках нет ледяной корки Ой, мне так стыдно Сегодня ты не просто помогла мне Ты меня спасла А я отказал в помощи и тебе, и кофемолке А ведь мне ничего не стоило помочь вам Но я был так занят своими делами Что не придал значения просьбам друзей Не огорчайся, Кипитоша Все совершают ошибки Важно понять, что ты поступил неправильно И больше так не поступать Пойдем, нам уже пора возвращаться на станцию Вот ты где, Веснушка А я уже забеспокоилась, куда ты могла деться Ну что ж, метаосмотр мы закончили Самолет уже разгрузили К сожалению, мы не дождались папу Погода портится, нам пора возвращаться Надвигается буран Но перед отлетом мы можем связаться с папой По спутниковому телефону Здорово! Алло, папочка? Ты меня слышишь? Здравствуй! Мы с мамой так хотели тебя увидеть Но надвигается буран И нам нужно срочно лететь Я так скучаю по тебе Конечно, я понимаю, что это работа Я ведь уже большая Скоро твоя экспедиция закончится И ты сам к нам приедешь До свидания, папа Мама, но ведь буран застанет папу вдали от станции Не переживай, Веснушка Вездеходы уже направляются к папе Чтобы привезти геологов на станцию До того, как начнется буран В этих суровых местах Можно знать, что ты не один Что в любую минуту кто-то придет тебе на помощь Ну что, летим домой До свидания, Антарктида Счастливо оставаться Друг всегда Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Нужным быть кому-то в трудную минуту Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Новые приключения Веснушки И кипитоши Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok